Не надо тут снимать, не снимайте, не снимайте, не снимайте, не снимайте, убирайте. Как это не снимать? Давайте, всё, всё, давай, всё, убирай, убирай. Когда говорят «не надо снимать», значит, есть что скрывать. Это стало ясно, когда нашу съёмочную группу вытолкали из приёмной директора лесокомбината. Полное безобразие. Так же нас и догоняют. На заявление не принимают о том, что нас у детей кормить нечем. На градообразующие предприятия АМЗИ нас пригласили работники комбината, которые не знали, как действовать в сложившейся ситуации. Причина проста – им не выплачивают зарплату. Причём задолженность не за один месяц. Рабочие лесокомбинаты не получили кровно заработанные деньги за январь. Об этом нам рассказали уже на крыльце здания. У меня вот пятеро детей. Как я могу кормить этих пятерых детей несовершеннолетних? Все учатся. И кормить надо, и одевать надо. Я в нормальное время родила. 25 лет я здесь проработала тоже. Я в нормальное время родила. А сейчас я не могу детям в глаза смотреть. Потому что зарплату 1800, я не знаю, каждый день на булку хлеба делить или что-то делать. Я не знаю. И нам говорят, ещё неизвестно, когда будет ещё дальше. Как говорят рабочие, это не первая попытка добиться у руководства лесокомбината положенных денег. В последний раз расчёт был 14 февраля. Тогда выплатили полторы тысячи рублей за январь. По словам тех же руководителей, задержка кроется в отсутствии денежных средств. А это, в свою очередь, зависит от сбыта готовой продукции, которая лежит на складе и не продаётся. Я не могу пятилетнему внуку сказать, внучек, а ты не ешь у нас на 40 миллионов продукция на складе. Вот когда её продадут, сбыт будет, ты будешь кушать. Задержка зарплаты собрала в одном месте машинистов крана, аппаратчиков пиролиза, печей сжигания, разделщиков, лаборантов, лесопильщиков, станочников и других. Многие из них отдали предприятию не один десяток лет. Приобрели профессиональные болезни. В итоге люди, вместо того, чтобы спокойно доработать до пенсии, вынуждены выживать. За того уже, это самое, докатились, что уже работать некому. Народ не держится, уходит, зарплата маленькая. Да, да. 8 тысяч зарплаты. Всё, ну некому работать. Один работаешь, за троих. За троих. А компенсации есть за то, что зарплата? Какие компенсации? Что это такое? Назовите, я не знаю, что это компенсация. Никогда в жизни не было. Возмущённые работники лесокомбината вспоминают, что последний раз зарплату поднимали в 2010 году. Кроме этого, на предприятии не выдаётся спецодежда и обувь. Как ушёл предыдущий директор Кудрявцев, всё стало хуже, признаются амзинцы. Ничего нет. Пасеку закрыли. Мясо закрыли. Мёда нет. Молоко и то ограниченное. Наверное, его нам уже остаётся за вход и выход только платить. За счёт комбината ничего абсолютно нет. Вот в своём доме таскаем и ходим в обнузках. А с ограниченной ответственностью комбинат у нас, видите ли, закрытая зона, как ли по договору они пишут. Чуть ли не военный объект. Люди доведены до такого состояния, что не могут прокормить собственных детей. И чтобы не мучить их голодом, одна из сотрудниц вынуждена была обратиться в органы опеки и попечительства. Однако этот факт остаётся не услышан в кабинетах аппарата управления, как и крики рабочих. Только кричать осталось «Зарплату! Зарплату! 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 Зарплату!» Эта съёмка была сделана 31 марта. До сих пор об этой ситуации знали только сами амзинцы, потому что руководство обещало закрыть долги и рассчитаться с рабочими в течение недели. За это время расчёт был частичный. На прошлой неделе комбинатовцы получили деньги за январь. Зарплату за февраль и март обещали выдать после 1 мая. Нам не удалось связаться с генеральным директором лесокомбината. Как нам сказали в приёмной, Рустам Тогушев выехал в командировку, как и финансовый и коммерческий директор. По неподтверждённой информации, последние находятся в отпуске в Париже.